Межкультурная коммуникация Межкультурная коммуникация – это связь общения между представителями различных культур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации, в том числе язык, речь, письменность, электронную коммуникацию. Межкультурная коммуникация изучается на междисциплинарном уровне как соотношение таких наук, как культурология, психология, лингвистика, этапология, антропология, социология, экология средств коммуникации. Впервые понятие межкультурная коммуникация было сформулировано в 1954 году в работе Трейгера и Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». Предпосылки становления межкультурной коммуникации, конфликты на уровне международных деловых контактов, коммуникативные неудачи активистов Корпуса Мира повлекли за собой необходимость выработки практических умений и навыков межкультурного общения. 1946 год. Акт о службе за границей. Институт службы за границей. Каждая культура формирует уникальную систему ценностей, приоритетов и моделей поведения. Следовательно, должна интерпретироваться с позиции культурного релятивизма. Итак, история возникновения межкультурной коммуникации в Америке. В 1946 году в США создан институт службы за границей, который возглавил антрополог Эдвард Холл. В 1954 году появилась книга Холла и Трегера «Культура как коммуникация». В ней впервые употреблен термин «межкультурная коммуникация». Цель и задачи Холл определяет так. Главная цель теории межкультурной коммуникации – изучение практических нужд представителей различных культур для их успешного общения друг с другом. Основными целями исследований в области межкультурной коммуникации являются систематическое изложение основных проблем и тем межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией, развитие культурной восприимчивости и способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах, формирование практических навыков и умений в общении с представителями других культур. История формирования теории межкультурной коммуникации в Европе. 1966 год. Берлин. Научный симпозиум «Интернациональная и межкультурная коммуникация между развитыми и развивающимися странами». 1970 год. Преподаватели иностранных языков обращаются к страновеческим аспектам взаимодействия культур. 1989 год. Мюнхенский университет. И открывается новая специализация «Межкультурная коммуникация». История формирования теории межкультурной коммуникации в России. Инициатором изучения стали преподаватели иностранных языков. Интерес лингвистов к проблемам межкультурной коммуникации повышается. Появляются первые лингвистические дисциплины, рассматривающие проблемы взаимодействия языка и культуры. Лингво-страноведение, этнолингвистика, лингвокультурология, социолингвистика, психолингвистика, теория перевода, коммуникативная лингвистика. Впервые мы в межкультурной коммуникации узнаем из трудов Верещагина и Костомарова, язык и культура, лингво-страноведческая теория. Одна из важнейших задач преподавания иностранных языков – это успешная оккультурация. Теория редукции неуверенности. Основоположником выступает Берген. Стратегия редукции неуверенности – пассивная, активная, интерактивная. Ряд факторов, уменьшающих неуверенность и неопределенность при контакте с представителями других культур. Позитивные ожидания при контакте с представителями других культур. Советы и замечания со стороны представителей других групп. Лучшие знания языка группы, с которой находишься в контакте. Способность к самонаблюдению. Более глубокие знания о чужой культуре. Большая терпимость к неопределенности. Теория адаптации разработана в трудах американской исследовательницы Ким. Адаптация – это сложный процесс со многими составляющими. В ходе него человек постепенно, понарастающий, привыкает к новой обстановке и новому общению. Динамика подобного взаимодействия называется динамикой стрессово-адаптационного роста. Она происходит по принципу «два шага вперед и шаг назад». Координированное управление значением и теория правил. Цель – достижение координации. Важно не то, насколько принятые в данном общении правила являются социальными, а то, насколько эти правила согласованы между собой в сознании каждого участника коммуникации. Риторическая теория – анализ не только индивидуальных различий, но и свойства больших групп. Анализ подсознательной адаптации сообщений применительно к конкретным ситуациям коммуникации. Конструктивистская теория. У всех людей есть особая когнитивная система, с помощью которой они могут интерпретировать слова и действия других довольно точно и аккуратно. В ходе инкультурации человек приобретает взгляд на мир, отлично от того, который существует у представителя другой культуры. Таким образом формируется когнитивное сознание человека, которое может быть простым или сложным, а оно, в свою очередь, влияет на индивидуальное коммуникативное поведение и адаптационные стратегии. Теория социальных категорий и обстоятельств акцентирована на вопрос важности ролей, стереотипов и схем для процесса коммуникации. Коммуникативная аккомодация – встройка на общении с другим человеком. Теория конфликтов. Конфликты нормального поведения, форм социальных действий, регулируемых нормами каждой культуры. Коммуникативистские культуры, представители которых уделяют большое внимание причинам конфликтов, чувствительны к нарушениям правил, часто полагаются на интуицию при урегулировании конфликта. Индивидуалистские культуры предпочитают прямой метод сглаживания конфликтов. Так, например, приветствие в ряде стран имеют национальную окраску. Рукопожатие – основная форма приветствия. Но в некоторых странах не принято пожимать руку женщинам, а потому подождите, пока женщина сама протянет вам руку. Во Франции и странах Средиземноморья распространены поцелуи в щеку. В Латинской Америке – объятия. Две прижатые друг к другу перед грудью ладони – индийское национальное приветствие. Во многих странах на бизнес оказывает влияние религия на распорядок дня, рабочие месяцы, дни. Узнайте побольше о религии данной страны, но не вступайте в дискуссию на такие темы. Знайте и помните, что буддийские образы священны. Нельзя наступать на порог в Таиланде. Под ним обитают добрые духи. Никогда не отвлекайте человека, обращенного лицом к Мекке. Без разрешения не фотографируйте и не трогайте руками религиозные атрибуты. Таким образом, в целом необходимо отметить, что в теории межкультурной коммуникации, да и самой теории, еще предстоит сложиться в стройную систему знаний о проблемах межкультурного общения.